Это будет рассказ про Непмана, которые тут пролетарии не хотят читать, пусть чай проходят. Мы же не настаиваем. А только факт очень густой, и нельзя его обойти волным молчанием. Произошло это в самые недавние дни. Сидит, предположим, Непман и Егор Горбушкин на своей квартире. Утренний чай пьет. Масло, конечно, сыр. Сахар горой насыпан. Чай земляничный. Родственники так и жрут эти продукты без устали рядом. Непман Горбушкин тоже, конечно, от родственников не отстает. Вовсю шамает. Под пищу, конечно, идет легкий разговор. Дескать, сейчас пожрем и пойдем ларек открывать. Надо, дескать, торговлюшкой-то оправдать, чего сожрали. Вдруг, конечно, происходит звонок на лестнице. Происходит звонок, и в квартиру входит обыкновенный человек, который заявляет. Я, говорит, агент ГПУ. Но вы не бойтесь. Который тут Непман Егор Горбушкин? Пущай живо собирается и идет со мной. Вот вам мандат и повестка. Отчаянно побледнел тут Непман Горбушкин. Начал читать повестку. Да. Действительно, велят немедленно явиться по уголовному делу. Встал Непман из-за стола. Отчаянно трясется и зубами ударяет. Только бы, говорит, не высшая мера. Высшую меру, я, говорит, действительно с трудом переношу. А остальное как-нибудь с Божьей помощью. Горячо попрощался Непман со своими родственниками. Всплакнул о превратностях судьбы. Взял в узелок немного несъеденных продуктов и папирос три коробки. И потом под общий плач отбыл. Отбыл и, конечно, не является. И уже три часа дня ударяет. Нету Непмана. Тут плач и рыдание происходит в квартире. Родственники приезжают совещаться. Жена, мадам Горбушкина, сквозь рыдание произносит. Дескать, по какому делу влип мой супруг? Еще пока неизвестно, но одно ясно какое-нибудь дело найдется. Потому что у каждого человека имеются дела. И каждый человек по краешку ходит. Но неужели за это высшую меру могут сделать? Брат Непмана, Павел Горбушкин, ее успокаивает и говорит. На высшую меру, я, говорит, не надеюсь. Но, скорее всего, в силу социального положения, как пить дать, конфискует имущество. Это, говорит, уж прямо вот вернее некуда. Предлагаю ввиду этого ликвидировать имущество самим. А то, говорит, вдове жить-то нечем будет. Начали, конечно, родственники в ударном порядке шкафы перетряхивать. Вытрусили разные костюмы и одежу в кучу. Начали продавать. Разные жильцы и торговцы сошлись. Тут же мебель запродали. Пианино загнали за приличную сумму. К вечеру, одним словом, освободились. Начали даже квартиру сватать. Оставила вдова с братом себе только боковую комнату, а остальную площадь сосватали с подходящими въездными. Вдруг в семь часов вечера Нэпман Горбушкин является взад. Веселенький и слегка под хмельком. Ху, говорит, пропасть какая. Я, говорит, думал, что высшая мера, а оно ничего похожего. Вызвали меня для одной справки там. Вроде как свидетелем. Я уж, говорит, дорогие родственнички, от превеликой-то радости в ресторации лишние полчаса просидел. Извиняюсь за тревожное волнение. Тут, конечно, происходит немая сцена в проданной квартире. Однако Нэпман Горбушкин ничуть даже не огорчился. Это, говорит, прямо даже очень великолепно, что запродались. Все мы по краешку ходим, а оно без имущества много спокойнее и благородней. После небольшого фокстрота родственники осторожно разошлись по домам. Продолжение следует...